В период миоцена 9-5 миллионов лет назад, в водах Мирового океана развернулась поистине великая мясорубка, главным мясником, в которой был наш сегодняшний герой. Тварь 17 метров длиной, весом в 57 тонн, бороздила воды Мирового океана, терроризируя абсолютно любого, кто осмелится сунуться на поверхность. Даже гигантские усатые киты служили этому созданию лишь легкой закуской. Название рода Левиафан, в честь грозного морского чудовища из Ветхого Завета, кажется более чем подходящим для гигантского доисторического кита. Проблема в том, что вскоре после того, как исследователи присвоили это название обнаруженному киту, они узнали, что оно уже использовалось для рода мастодонтов, открытого столетием раньше. Мудрое решение состояло в том, чтобы применить еврейское написание Левиафан, хотя для практических целей большинство ученых все еще называют этого кита его первоначальным именем. Из-за отсутствия многочисленных ископаемых образцов, мы не знаем точно, как долго Левиафан правил морями. Но можно с уверенностью сказать, что этот гигантский кит иногда пересекался с не менее гигантской доисторической акулой-мегалодоном. Хотя сомнительно, что эти два высших хищника намеренно соперничали друг с другом. Они вполне схлестнутся в погоне за одной и той же добычей. Левиафан технически классифицируется как физитероид, представитель семейства зубатых китов, история которого насчитывает около 20 миллионов лет. Единственные сохранившиеся до наших дней физитероиды – это карликовый кашалот, малый карликовый кашалот и полноразмерный кашалот, которого мы все знаем и любим. Другие давно вымершие представители породы включают акрофизитера и бригмофизитера, которые выглядели очень миниатюрными по сравнению с левиафаном и его потомками – кашалотами. Левиафан обладал самыми длинными зубами, за исключением клыков, из всех живых или вымерших животных – около 35 см, длиной, которые использовались для того, чтобы разрывать плоть его несчастной жертвы. Удивительно, но у левиафана зубы были даже больше, чем у его заклятого врага Мегалодона, хотя чуть меньшие зубы этой гигантской акулы были значительно острее. Левиафану требовалось съедать сотни килограммов пищи каждый день, не только для поддержания его массы, но и для поддержания его теплокровного метаболизма. Давайте не будем упускать из виду тот факт, что киты были млекопитающими. Скорее всего, предпочтительной добычей левиафана были более мелкие киты, тюлени и дельфины эпохи миоцена, возможно дополненные небольшими порциями рыб, кальмаров, акул и любых других подводных существ, которые попадались на пути этого гигантского кита в неудачный день. Гигантский кит вымер. Это почти наверняка произошло из-за сокращения и исчезновения его любимой добычи, поскольку доисторические тюлени, дельфины и другие более мелкие киты целиком зависели от изменения температуры и течения океана. Это не случайно, ведь та же участь постигла и заклятого врага левиафана, мегалодона. Также все физитероидные киты были оснащены спермоцетовым мешком, структурой в их голове, состоящей из жира, воской соединительной ткани, которые служили балластом во время глубоких погружений. Однако, судя по огромному размеру черепа левиафана, его спермоцетовый мешок мог использоваться и для других целей, возможно, эхолокация, биологический гидролокатор, связь с другими китами или даже бодание с другими самцами во время брачного сезона. Неудивительно, что при таких параметрах левиафана боялись как огня. Под его удар мог попасть каждый, от водоплавающих, млекопитающих и рыбешек, до древних усатых китов, таких как цитотерии. А они, между прочим, достигали до 8 метров в длину. Более того, ученые предполагают, что даже гигантская акула-мегалодон могла пойти на обед морскому чудищу. Правда, найти подтверждение этому сложно, в принципе, как и останки самого мегалодона. Увы, хрящи, из которых состоит скелет древней акулы, особой прочностью не отличаются. Не забывайте комментировать видео и, само собой, делать поправки. Увы, я не профессор палеонтологии и сам беру информацию с источников. Также не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!